Доброчинная акция «Портфель першоклассника» завершилась. Во универмагах весь месяц можно было покинуть констовары. Их удалось собрать больше за 300 килограммов. И сегодня у кинотеатра «Пионер» 220 ранцев нашли своих маленьких уладальников. Репортаж Юлии Токар. Для шмадзетной матери Алины Завадской это первое веков будет уже другим. Детей у их дружной семьи четверо. За расповеды отправляют шестигодового Дмитра. Школьную форму и обуток купили за годы. А вот оголовные от рыбут ранец маленькому вушню подарили сёння. И пенал есть. И пенал есть. А уже у нас кондосы есть. Зачем нам? Сейчас я отправляю в первый класс уже второго ребёнка. В следующем году мы ещё раз пойдём. Через четыре года мы опять пойдём в первый класс. У меня четверо деток. Это очень волнительно, как всегда первый класс. Всегда волнительно. Как в первый раз. Очень приятно. Конечно, большая материальная помощь идёт от социальной службы. Уже неоднократно мы получаем такую поддержку. В столичном кинотеатре «Пионер» веншуют першоклассников. Маленьким вушням уручают их перши о портфеле. Ты помахчишь мадзетным и малозабеспеченным семьям. Собрать детей у школу у Минска стало уже доброй традицией. Акции «Портфель першоклассника» уже 20 годов. Вся ценность этого мероприятия в том, что в школе действительно готовимся всем миром. И я думаю, что нам удалось всё-таки сделать так, хотя у нас ещё три впереди рабочих дня, что нам удалось сделать так, чтобы каждый школьник города Минска, первоклассник особенно, пошёл в школу с радостью, с улыбкой. Доброчинный проект ладился крыху больше за месяц. У пяти буйных универмагов волонтёры сбирали школьные рэджи. До Статкова было купить необходные дроби здесь для будущих першоклассников и покласть у контейнер, как для детей першопоход у школы перетворился у соправдной святом. Огольными намаганиями для 220 маленьких школьников собрали больше за 300 килограммов констоваров. А лоуки, шитки, вокладки для книг, у портфелях – всё самое необходное для першоклассников. Кроме того, что мы туда вложили те констовары, которые нам привозили, мы ещё нашли возможность из одежды кое-что положить мальчикам, девочкам. Ну и тут вот вы сейчас посмотрите сладости ещё. Помимо этого ещё подсластить детям, чтобы им было как-то немножечко веселее ещё. А кроме подарунка у детей шакали шоу-фокусников, выступления артистов и хореографичных коллективов. Наприконце забавную программу показывали семейный мюзикл «Рапунцель». Передопошний день на передней школьной линейке отрывался с оправдой святочным. Юлия Токар и Владимир Тиханович, агентство «Делиновин».